всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел бы поговорить о эквалайзере пул тег о котором я уже говорил в отдельных видео где мы сравнивали этот эквалайзер от различных производителей и в этом видео хотел поговорить о особенностях вообще этого эквалайзера то есть самого этого типа эквалайзеров пол тег сегодня мы рассмотрим это на двух примерах на примере версии от waves и на примере версии встроенный в logic то есть из пакета logic нас интересует то есть вот с точки зрения именно интереса звучания интереса точнее работа этого плагин у нас интересует тот факт что здесь например вот у нижней полосы у басовый есть одновременно boost и одновременно оттен то есть как бы аттенюация то есть как бы уменьшение то есть boost это нарастание аттенюация уменьшение то есть получается мы можем одновременно усиливать эту полосу и одновременно ослаблять ее казалось бы это же очень странно для чего это нужно было для чего вообще это нужно было но такая была архитектура у этого скажем так так у старого-старого лампового эквалайзера и звукорежиссеры со временем начали применять вот эту особенность для достаточно интересных музыкальных решений но сегодня мы больше займемся именно теоретической составляющей то есть посмотрим как это с точки зрения спектра частот как вот такая комбинация вот этих двух ручек воздействует на собственно спектр частот потому что понимая это мы уже сможем эти знания применить кто или иной ситуации уже когда речь заходит об обработке конкретных инструментов там басы или бочки и так далее давайте посмотрим у меня здесь для эксперимента вот я создал такую аудио дорожку на ней у меня стоит тест осциллятор который генерирует белый шум для тех кто не знает белый шум это полный спектр частот от самой низкой частоты 20 герц до двадцати тысяч герц с равной громкостью то есть все частоты у нас присутствует одновременно с одной громкостью ну по звуку я сделал специально потише чтобы не было громко то есть обычный белый шум все знают как он звучит то есть у меня стоит здесь тест осциллятор который генерирует собственно этот шум на 0 лицебел далее у меня стоит два вот этих эквалайзера которым будем сравнивать их работу и в конце у меня стоит анализатор сейчас он показывает прямую линию ну плюс-минус да но в таких диапазонах принципе может считать что это как такая прямая линия то есть это говорит о том что спектр у нас сейчас генерируется ровный то есть чисто такой белый шум все частоты у нас с одним с одной громкостью то есть вот по вертикали у нас громкость и вот мы видим что частоты все находятся в одной энергии давайте посмотрим на примере сперва плагин от вейс что будет если я например начну поднимать полосу на 100 герцах то есть буду делать boost ну сделаем сразу достаточно много сделаю апдейт ну и мы видим что у нас такой обычный шельфовый фильтр как на шельфовым обычный коллозер у нас поднимается где-то начиная от 700 герц у нас плавный начинается такой шельф который вот как раз в районе 100 герц имеет свою самую высшую точку то есть та собственно частота которая состоит но как мы видим у нас достаточно серьезно затрагиваются средние частоты то есть выше 100 герц и аж почти до одного килогерца у нас этот диапазон полностью подвергается этому шельфу что конечно же не очень хорошо то есть если мы хотим усилить только басовую составляющую у нас еще и очень много появится коробочности в звучании из-за вот этих вот подъем средних частот вот это первый момент сейчас опять сделаем апдейт давайте посмотрим наоборот когда у нас аттенюация стоит на тоже на 100 герцах тоже поставлю на максимум что здесь происходит мы видим что у нас идет опять же шельф вниз но он начинается тоже аж даже почти на почти на полтора килогерца то есть вот у нас идет ровный сигнал даже я пускал на 2 на 2 у нас плавно начинается подать сигнал то есть если мы хотим прибрать басы на 100 герцах то у нас затрагивается и весь остальной спектр то есть тут вот видно насколько серьезно у нас проседает спектр относительно того что было без давайте вспомним как выглядело изначально все так выглядит без обработки так у нас выглядит с обработкой видно насколько сильно у нас практически пол спектра просто понижается в своей громкости что конечно же тоже не похоже на какой-то очень четкий такой точный результат вот но сразу скажу никто эквазер пол так в таких экстремальных настройках никогда не использует его используют так чуть-чуть для подкрашивания потому что во первых у него ламповая архитектура и даже вот у этих плагинов которые только эмулируют этот аналоговый прибор в них тоже заложен вот эта сатурация которая свойственно аналоговым прибором и его используем для такого подкрашивания добавления гармоник нежели для какой-то такой жесткой эквализации для такой сильной эквализации как мы то что делали лучше все-таки использовать цифровые эквалайзеры типа там фаб фильтр или просто встроенный в лоджик то есть здесь можно сделать то же самое гораздо более аккуратно и не задействуя никакие сторонние частоты как например случае спал спал тэк то есть там что-то подобное происходит в режиме аттенюации что конечно же выглядит диковато если вы хотите что-то чуть-чуть подправить то же самое касается и повышения ну то есть я думаю что это понятно давайте посмотрим то же самое на примере лоджика ского лоджика ской версии этого же самого эквалайзера если убрал ручку drive чисто используем только ручки low boost и low attenuation тоже на 100 герцах обновляю спектр и также повысим ну история примерно такая же тоже где-то от 1 туда же может быть чуть чуть больше от полтора килогерц начинается подъем тоже имеет свою наивысшую точку 100 герцах и дальше уже держится примерно на этом же уровне то есть примерно в принципе закон такой же как и у версии от waves в принципе действия на частоты очень похожи и давайте посмотрим как работает аттенюация тоже на максимум и мы видим что здесь тоже начинается аттенюация где-то вот начиная от туда чуть пониже наверно где-то наверно здесь тоже где-то полтора килогерц и потом такой более крутой спад идет вниз ну то есть принципе условия работы примерно одни те же что у эквалайзера от wave что у эквалайзера встроенного в лоджик так ну это как бы такая теория давайте просто посмотрим как же использовать собственный такой лазер вот в таких случаях то есть что на самом деле делают звукорежиссеры когда работа с этим к лазером использует одновременно ручку low boost и low attenuation давайте посмотрим как у нас будет вести семья наш белый шум когда мы применим сразу такую двойную обработку допустим повысим на 4 децибела 100 герц и сделаем аттенюацию тоже где-нибудь вот так вот на пятерку что у нас получится из этого напоминаю что у нас основная линия вот смотрим по высоким частотам то есть это исходный уровень который был вот у этих нижних частот чтобы просто не запутаться и мы видим что у нас поднимается собственно 100 герц чуть поднимается вверх точнее нижняя середина и чуть-чуть как бы проваливается верхняя середина то есть когда мы группируем эти два параметра мы как бы делаем такой некий горб то есть мы чуть-чуть повышаем низкие частоты и низкую середину и чуть-чуть проваливаем верхнюю середину то есть убираем резкость звука то есть таким образом когда звук режиссер используют два этих параметра одновременно одни с нижним параметром воздействует на басы а вторым параметром воздействует на средние частоты то есть несмотря на то что мы здесь работаем с полосой 100 герц мы затрагиваем средние частоты аж до одного в районе 1 килогерц достаточно высоко разброс очень сильный и таким образом это можно влиять на звук конечно еще раз повторюсь на какую-то хирургическую точность здесь рассчитывать не приходится и никто этот эквалайзер не использует как единственный то есть им обычно просто подкрашивает уже более-менее хорошо звучащий инструмент в котором уже нет никаких резонансов нет никаких неприятных призвуков а просто ему дают чуть характер то есть это такой эквалайзер для придавания характера поэтому такой более округлый более мягкий нет никаких жестких вырезов никаких жестких добавлений ну то есть я думаю идея понятно то есть мы можем воздействовать одновременно на и на поднятие и одновременно на других частотах на понижение в эти ли это все посмотрим на примере например той же бочки у меня здесь есть такая бочка сейчас поставлю гейт чтобы у нас не отвлекал не отвлекали другие просачивающиеся в микрофон партии от рабочего ну так лучше то есть услышно много же призвуков и теперь добавим например версию этого плагина от от лоджика слышно что вместе с басом еще и появляется такая вот коробочность среднечастотная у звука и он так становится еще не только басовым но и таким более коробочным хотя при этом я здесь полосу специально взял пониже 60 герц так как для бочки это более актуальная полоса то есть мы подчеркнули чуть-чуть самый низ чуть прибрали средний и давайте здесь добавим boost высоких частот у высоких здесь есть полоса то есть мы можем как узким таким колоколом добавить так и более широким и добавлю в районе трех килогерц сразу же заметить высоких частотах эти параметры раздельно работает то есть не как здесь хай буст у нас работает вот здесь с выбором частоты и с выбором широты полосы которые мы делаем бусту есть обычный обычный такой параметрический получается эквалайзер стандартный и отдельно у нас есть шельф на понижение то есть мы выбираем какую частоту и тут только понижение то здесь нет хай шельфа здесь есть ну на повышение здесь есть только хай шельф на понижение то есть можем просто срезать высокие частоты таким шельфом от какой частоты там от 10 килогерц или 20 здесь все в принципе логично и только вот этот вот параметр всегда вызывает такие интересные моменты что он непредсказуемо работать с каждым инструментом то есть когда одновременно и усиливаешь и одновременно ослабляешь частоты то есть вот бочка без обработки то есть так она более среднечастотный такая коробочная так она стала более открытые за верхов и более басовый из-за вот этого повышения низких частот и ослабление средних частот но опять же этот эквалайзер конечно работает не во всех случаях идеально то есть есть гораздо более точный эквалайзер как я уже говорил в том числе и аналоговые то есть консольные ssl эквалайзеры они будут звучать как раз гораздо точнее или не в эквалайзеры которые не в 73 так называемый эквалайзеры кстати у лоджика тоже есть версия своя этого эквалайзера называется консоли кью так он выглядит он более точный он меньше затрагивает соседние частоты как этот плагин поэтому если вы хотите прям как-то очень контурно сформировать звук то наверное вот этот пул тег будет не лучшим выбором то есть пул тег так чисто под подправить какие-то общие зоны то есть чуть подчеркнуть басы чуть прибрать середину и чуть подчеркнуть вверх а то есть такой просто как финальная такая полировка я бы не назвал это каким-то таким важным ну единственный точнее эквалайзером которым нужно пользоваться вот но собственно вот так вот мы посмотрели как работать поэкспериментируйте обязательно на разных инструментах этот эквалайзер хорошо работает с басом тоже то есть он может подчеркивать также круглый басы и выбирать ненужную такую носовую носовой призвук с помощью ручки attenuation и можно подчеркнуть звук атаки по струнам верхнем диапазоне то есть примерно такими же настройками на басу можно это попробовать вот иногда еще использовать на вокале который немножко тонко звучит то есть например было и выбран неправильный микрофон или вокале стоял слишком далеко иногда тоже берут ставит например на 100 герц и повышают низ чтобы сделать вокал потеплее но при этом не бубнящим и может быть чуть-чуть делают аттенуацию чтобы резкие частоты среднечастотные чуть-чуть прибрать по что в вокале часто бывает тоже выпирают и частоты но на вокале это используется реже в любом случае это все чья-то практика обязательно экспериментируйте сами возможно вы откроете какой-то новый вариант применения этого эквалайзера это станет вашим таким вашей такой фишкой но а в этом видео на сегодня все увидимся с вами в следующих уроках с вами был дмитрий урсул всем успехов